Лепайский суд утвердил план правовой защиты, испытывающего финансовые сложности металлургического завода Лепайс Металлургс, который содержит меры по возобновлению его работы. Администратором предприятия на срок реализации этого плана, рассчитанного на два года, назначен Харалд Велмерс. Точную дату возобновления производства завод сообщит позже. План правовой защиты Лепайс Металлургс был подан суду в конце августа. Из-за финансовых сложностей предприятие в июле государственная казна из средств госбюджета полностью выплатила кредит завода итальянскому банку Уникредитспа в размере 47 миллионов латов. Еще часть основной суммы кредита Лепайс Металлургс в размере более 4 миллионов латов была погашена также госказной в апреле. Правительство утвердило поправки к закону о подоходном налоге с населения, предусматривающие сокращение ставки налога до 22% в 2016 году. Согласно проекту, в следующем году ставка налога составит 24%, в 2015 году 23%, а в 2016 соответственно 22%. Поправки предусматривают также обложение подоходным налогом ряда заемов, чтобы устранить ситуацию, когда субъект хозяйственной деятельности платит физическим лицам зарплаты в форме суды, избегая таким образом налогообложения. С этой целью такие кредиты будут делиться на категории, выданные родственникам, членам семьи, малые ссуды и другие, которые не облагаются налогом при выполнении ряда условий. Остальные заемы будут приравниваться к доходам, если не отдаются по истечении срока не более 60 месяцев. Кабинет министров утвердил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающий повышение акцизного налога на автогаз. Вместо нынешних 90 латов за 1000 кубометров ставка составит 161 евро или 113 латов. Напомню, 2 сентября в Латвии начался сбор подписей против повышения акциза на автогаз и к сегодняшнему дню собрано уже более 5000 подписей. Организаторы рассчитывают, что им удастся собрать 10 тысяч подписей для подачи в САИМ коллективной заявки против повышения акциза на автогаз. Служба госдоходов впредь будет содержать регистр неблагонадежных физических лиц, которые пытались уклониться от уплаты налогов или были уличены в мошенничестве. Создание такого регистра предусмотрено изменениями в законе об СГД и законе о налогах и пошлинах. Включенные в этот регистр лица больше не смогут учреждать новые предприятия. В список будут включаться лица, имеющие налоговые задолженности. Для физических лиц это будет 7 тысяч евро, для коммерческих – 15 тысяч. Также в регистр войдут лица, не имеющие официального места жительства или декларированные в социальных учреждениях. О включении в черный список СГД будет информировать посредством письма. После выполнения обязательств перед государством эти лица будут из регистра исключаться. Председатель Сигулдской краевой думы Угис Митреевец поддерживает программу предоставления вида на жительство иностранцам в обмен на инвестиции. Об этом он сказал в эфире программы «Разворот» на радиоболтком. При этом городоначальник отмечает, что интерес потенциальных инвесторов, желающих получить вид на жительство, к Сигулде не очень велик. Это не очень развито Сигулде. Если мы говорим, то это только некоторые случаи, один, два, три, может быть, которые, мы знаем, проходят через Думу. То есть не востребована вот эта идея именно Сигулда? Нет, Сигулда, да. Сейчас мы говорим, что что-то насчет многоэтажных домов, что насчет квартир есть интерес. Но я знаю, что те, которые думают об этом бизнесе, они думают, как продать эту возможность жителям других стран иметь имущество Сигулда, в том числе и квартиру. Но так, что сказать, что это очень развито, если мы знаем о Риге, о Юрмале, то Сигулда – это не такая большая цифра в случае, когда мы об этом говорим. Напомню, Нацблок требует запретить предоставление вида на жительство иностранцам, которые инвестируют в латвийский бизнес или недвижимость не менее 100 тысяч евро. При этом выдача видов на жительство в обменные инвестиции в экономику Латвии с июня 2010 по май 2013 года принес Латвии более 545 миллионов латов. Госбюджет получил от этой суммы 145 миллионов. Правительство договорилось выделить 25,5 миллионов латов на покупку 93 новых пожарно-спасательных автомашин в период с 2014 по 2018 годы, а также более 8 миллионов латов на строительство и ремонт пожарных депо в период с 2015 по 2017 годы. Планируется, что этих денег хватит на замену 70 старых пожарных машин и покупку 22 новых транспортных средств для повышения оперативности службы при инцидентах на воде и химических авариях. Как сообщили в МВД, на выделенные средства будут куплены автоцистерны, автолестницы и автоподъемники, системы контейнеров, а также специализированные автомашины для спасателей, водолазов и ликвидаторов химических аварий. Вопрос об обновлении устаревшего автопарка пожарно-спасательной службы стал особенно актуален после разрушительного пожара в Рижском замке 21 июня, когда пожарная техника неоднократно давала сбой. Президент Латвии Андрис Берзинч и президент Финляндии Саули Нийнисто обсудили сегодня на переговорах двустороннее сотрудничество между государствами, в том числе в области энергетики и образования. Латвийский президент поинтересовался у финского коллеги феноменом финской системы образования, отметив, что этот опыт может пригодиться и Латвии. Со своей стороны финский президент рассказал об опыте Финляндии по введению евро, отметив, что после тяжелого экономического спада и девальвации национальной валюты еврозона для Финляндии стала спокойной гаванью. После переговоров два президента возложили цветы к памятнику свободы, а затем финский президент посетил музей оккупации. Продолжается визит духовного лидера Тибета Далай-Ламы в Латвию. Во вторник нобелевский лауреат принял участие в дискуссии «Путь к счастью и миру в мировом обществе». Дискуссии приняли также участие представители латвийской интеллигенции и духовенства. Ну а после обеда у Далай-Ламы состоялась встреча с депутатами латвийского сейма. Дорогие братья и сестры, я хочу поблагодарить вас за встречу. Хочу отметить, что быть оптимистами гораздо лучше, чем пессимистами. Спасибо вам. Отмечу, что высшие представители латвийского парламента в лице спикера Солвита Абболт и не от встречи с Далай-Ламой отказались. Накануне глава государства Андрис Бердинч заявил, что духовный лидер Тибета приехал в Ригу с частным визитом и не выражал желания встретиться с первыми лицами страны. А премьер Валдес Домбровский свое нежелание встретиться с Далай-Ламой объяснил тем, что уважает духовного лидера, но придерживается принципа «Единый Китай». В Риге торжественно открыли Центр культуры и науки Индии при Латвийском университете. На открытие побывали не только сотрудники государственного вуза, но и представители МИД Латвии, а также посол Индии в Швеции и Латвии Бонашри Босе Хэррисон. Ну а во вторник в гостях радио «Болтком» побывала и руководитель Центра профессора факультета гуманитарных наук Латвийского университета Сигма Анкрова. По ее словам, интерес латвийцев к Индии велик, и причина в том, что у латвийцев с индийцами похожие менталитеты. Интерес в Латвии к Индии очень велик. И начался он с переводов Тагора, который делал Карл Сегл и Рихольд Рудзиц, сразу же после того, как он получил Нобелевскую премию. И кажется, в Латвии настолько Тагор известен, что многие его считают чуть ли не национальным поэтом. Но, конечно, интерес к Индии многосторонен. И в наше время этими вопросами занимается профессор Ио Булес. Он написал много книг об Индии. И в Латвии очень много людей, которые занимаются йогой, идут в медитативные группы, едут в Индию каждый год в ашрамы, занимаются индийскими танцами. По словам профессора, Латвию с Индией сближает не только менталитет, но и некоторая романтика, присущая обеим народам. Теперь же, по словам Анкрова, пришло время изучать Индию с академической точки зрения, чем и займется Центр культуры и науки Индии при Латвийском университете.